всем привет ребята с вами владос и несколько часов назад я был в праге как вы догадались это видео будет о праге о моем маленьком путешествии маленьком потому что только я там был три дня вот цель визита была встретиться с друзьями знакомыми с которыми я уже давно не виделся я с англии не выезжал год и примерно два месяца вот и немного отдохнул поснимал там кое-что рассказал отели немножечко право поснимал кому интересно смотрим не переключаемся сейчас час 25 жду ночной поезд вернее автобус и отправляясь в стан стоит аэропорт но сначала в стратфорд потом стан стоит оттуда в прагу все присел в автобус и сейчас погоняем на автобусе немного сейчас погоняем немного на автобусе ну как автобус с полу второго ночь вставляю что я на работу мне это вообще не нравится все таки как хорошо что ездить эти ночные автобусы просто шикарно нормально добрался до первой остановки своей сейчас нужно пересесть снова на другой автобус и все и выйду на стратфорде так все приблизительно выглядит ночью сейчас напоминаю 2 часа ночи освещается лойтсбанк сейчас еду в автобусе в 2 часа ночи автобус пустой у меня одна индоска мерседес автобус такое ощущение как будет только для настройка автобуса вот мой автобус умчался очень очень быстрый я давно не испытал таких чувств что выжимает прям в сиденье вот я добрался сейчас 2 2 45 сейчас до 3 автобуса и настоять насчет билетов то даже не проверяют кверку еще билетов даже не проверяют кверку это просто показываешь билет а надо просто посмотрите все есть есть и хорошо идти не проверяют все я уже приехал на аэропорт там внизу поезд но поезд вам не советую потому что поезд это дорога вот поезд вот столько уже людей я пришел в аэропорт где-то в 3 350 прибыл сюда было очень много людей везде были разбрасаны по уголкам полялись тоже много сейчас только 4 38 вот если нашел такой укромный свечка и немного поваляюсь много самолетов много молодых парней девушек все куда-то летят смеются разговаривают прошел контроль еще ремень даже пришлось снять себе вот так выглядит мой ремень иду в зал ожидания сейчас ловим буст ускорение оба у меня постоянно ходить быстро бюджетные самолеты не все равно как приятно как это выглядит как это так Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Довольно-таки Нормальный Сейчас покажу вид Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Оказывается В таких новых трамваях можно купить Сразу А в старых нельзя купить Но нет, понадобилось еще купить Такой за 30 Чтобы доехать к моему местоназначению Как я думаю Зона По которой можно было ездить На этом буклетике закончилась И надо было покупать отдельно Вот и поэтому у меня вышло 70 крон Надо шнепки завязать Полиция Требет Стоит Стоит Требет Мороз Требет Требет Другая Требет 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 Комида Требет Требет Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Деповский телефон... Телефон... Ладно, это по порядку... Тут сразу... Есть QR-код... Тут еще что-то есть... Короче, надо читать, смотреть... Надо читать, смотреть... Прикольно, я еще на входе фоткал... Знаете, как бы в бытовне заходишь... Может, и жетки... Надо все себе пофоткать, чтобы у тебя все было... Тут у тебя все есть... Каналы, которые можешь себе наклацать... Классу культу... Культ Гоуген... Это чешская фирма... Я в прошлом году у себя наушники такие покупал Гоуген... Ничего хорошего и плохого не могу сказать об этой фирме... Это как хорошие китайские вещи... Тут у меня резетка есть... Все включается... Все так регулируется... Все четко, плавно... Вообще и сюда, и туда... Классно, все такое чистенькое... Тут и пыли нету... Все чисто... Очень много места везде... Тут, если нету карточки, то свет не включается... Тут основа я... Все чисто из стекла... Тут на разных языках написано... Да? Вообще, не знаю... Я в шоке от такого номера... Все шикарно, чистое... И пахнет тут так хорошо... Ну, то ли... Душевая... Вообще клево... Не знаю, кто-то, наверное, будет в шоке от того, что я снимаю и рассказываю подобное на видео... Ну, блин... Мне вообще нравится... Вообще классно... Сейчас вам вид отсюда покажу... С окна... Кстати, за номер мне обошлось 150 евро за 3 дня... Ну... Типа... 50 евро в день... Ну, сутка... Тянется вверх... И до себя... Блин, тут даже свет так падает, что смотришь на себя и думаешь... Капец, как клево... Что только что был в столовой... Ничего не снимал, потому что там люди... Ну, набирают себе еду, что-то... Смотрят, кушают... Не хотел так ходить с телефоном, снимать все... Ну, а сейчас расскажу, что... Поставайся... Восемь... Капец... Поехали... По этому вас, как этоилось? проснулся значит восемь пошел в самый низ вот еще одна причина почему можно знать хорошо английский язык google adsense это платформа которая оплачивает тебе деньги на карточку с youtube вот сверху пишет все на украинском а дальше английский можно перевести конечно переводчики но лучше знать английский а 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 но и а и а и и и Продолжение следует... 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 Пустые. 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 Наскрываем сарванцы. Пустые. Пустые. Главное, поделаю дыхающий. Набережная. Так выглядит гуманитарно, как украинцы. Так выглядит гуманитарно. Так выглядит гуманитарно. Так я ходил на завтрак, нормально можно позавтракать. И конечно же потом уходил куда-нибудь гулять по своим делам. Получается за этот номер я платил 50 евро за ночь. Так что считайте сами, как вам лучше. Эту ночь я буквально буду спать несколько часов, потому что мне надо быть утром в аэропорту. Самолет очень рано вылетает. Вылетает в 6 часов. Гейтклоз где-то в 5.30. А мне везде написано, что понятно, что нужно быть за 2 часа до закрытия ворот. Вот так вот. В принципе за отель рассказал, за комнату. Можно было что-нибудь дешевле придумать. Спать в комнате где-то, не знаю, человек 5 спит. Там будет дешевле намного. Там будет порядка, не знаю, 15 евро. Ну вот я решил сделать себе такой маленький сюрприз, бонус. Не знаю, вообще за это связано. 3 дня решил вот так вот перекантоваться, так сказать. Ну все. Это довольно странно. Это довольно странно, но меня упустили внутрь. С бутылкой водой. Она у меня в высоке. И, собственно, жду самолет. Сейчас, наверное, пойду на такую кушетку, которая там есть. Немного полежать, если можно будет. Пойду дальше. Вот. Вот это тема. Тут есть книги. Детский майданчик. И типа Карлов мост. Я так понимаю. Пианино. А меня друг спрашивал, когда мост построили. В 1357 году. Карлов мост. Там самолеты. Только что, когда вышел с пункта пропуск, то встретился с пареньком, с которым работал на работе. Ждет своих знакомых или там родных. А так вот. Бывает. Большущий Лондон. И можно все равно встретить знакомых. Редактор субтитров А.Кулакова. Корректор А.Кулакова У− daughter Evenian Muse trabalит. У someplaceT problems. А plötzlich город с мужиком ущерб на Редактор с мужиком. Ура! Ура! вонτά Ура! Замно!